Как я уже говорила на самой презентации, что это единственная школа в Украине, в которой работает система Google Apps для образования. С чего это все начиналось? На Украинском языке, потому что это схема, я не могу ее сейчас переименовать, сделать. Очень давно, с 2003 года школа начала работать, руководство школы, над созданием единого информационного пространства. С того эпоху еще до интернета, то есть создавалась какая-то информационная среда, в которой каждый год что-то добавлялось-добавлялось. И в итоге мы сейчас имеем, вот вы видите, структуру информационно-коммуникационного пространства Галактика 73. Самых, я кратко сейчас остановлюсь, потому что это не совсем то, что я начала рассказать, что. Самое главное, что есть три блока, это навчание, використание и сборание. И вот как раз с правой стороны вверху вы видите, что використание, вот есть как раз сервис Google Apps. Центр тестирования, клуб модератора, это часто, как видите, отвечает за это. Школьный клуб медиа-центр, кто еще не знает, может быть кто-то был у нас на семинаре уже, у нас необычная библиотека, это идет школьный библиотечный информационный центр. То есть это идет полный комплекс услуг и интернет-технологии, как раз это место, там где это развивается. Центр мониторинга, это занимаются учителя, администрация, то есть это у всех он есть в вашей школе, да, это срезы, годовые оценки, вот это все, это да, это как раз центр мониторинга и центр новых технологий обучения. Но мы как бы сегодня остановимся на использовании Google Apps и продолжаем дальше. Как я уже сказала, что в 2014 года началось наше общение с Google Apps, началось все с того, что по инициативе директора, Татьяна Васильевна Михаленко, может быть кто-то слышал уже, мы зарегистрировали домен с Q73Harkov.com. На то время это было, стоило 100 долларов тогда, то есть мы заплатили это единоразово, и сейчас пользуемся всеми продуктами без поштопов, расскажу еще про преимущества, то есть с чего начиналось, что, нет, сейчас мы это единоразово, за то, что нам дали вот этот домен. Кто не очень понимает, что это такое, это вот адрес, да, наш Q73, у нас, вот этот кусочек адреса, это у всех наших пользователей стоит после собаки, да, вот в адресной странице, это точно в ком, да, или джинер, вот у нас у всех это Q73Harkov.com, на сегодняшний день у нас в домене находятся полторы тысячи пользователей, то есть это зарегистрированы все учителя, зарегистрированы все дети, родители, плюс как бы все желающие, да, кто хочет с нами как бы общаться. Все пользователи нашей школы разбиты на группы. Отдельно классы, да, отдельно есть учителя, предметники, отдельно есть, как бы, классные руководители, у нас еще школа специализированная, потому что один класс на параллельно музыкальный, поэтому есть учителя музыкальные. Чтобы вы понимали, например, вот сейчас популярно, да, ВКонтакте, да, там есть группы, то есть у нас тоже весь наш аккаунт полторы тысячи разбито на группы. Зачем это все необходимо? Что, например, когда вы пишете письмо, вы можете писать не какому-то, например, не набирать 30 адресов детей, да, вы набираете адрес вашего класса только. У каждого класса есть свой адрес, то есть учителям, предметникам, классному руководителю, кому угодно, очень удобно, потому что адрес группы состоит из трех букв инициалов классного руководителя. То есть если мы знаем, как зовут классного руководителя, мы знаем, какой адрес группы. Если мы отправим письмо на адрес группы, получают письмо все 30 человек. Можно отправить письмо на весь домен на школ 73, тогда получают письма вся школа. Можно отправить администрации, можно отправить только классным руководителям, если это касается только классных руководителей. То есть выборочная вот эта вот рассылка очень удобна на самом деле. Еще хочу сказать, уже говорила на презентации, что с внедрения вот этой системы жизнь поменялась у всех в школе, потому что и дети, у детей поменялась, и у детей, то есть мы с этим уже работаем три года, поэтому уже как бы все налажено. Как я уже сказала, что началось все с дамина, потом подключили электронную почту, активно пользуются, пользуемся все, все пользователи. Google календарем, кто-то спрашивал у меня уже за календарь, когда есть административный календарь, который где только администрация, есть школьный, в который внесены все, в милиантии, открытые уроки, какие-то концерты, праздники. Есть личный календарь у каждого, ну как бы кто пользуется, вот у меня есть, потому что очень удобно, это все онлайн, то есть можно поделиться с кем-то календарем, подключить, то есть это все удобно. И, соответственно, использование всех продуктов Google, да, это документы, презентации, рисунки, формы, то есть все, что есть. Дальше, облачные технологии, потому что хорошо это все, как бы зарегистрировать все, но если есть 100 человек педагогов, да, и когда вот педагоги разные, от 20 и там до у нас, 80 лет работает женщина, вот, то как бы понятно, что не все вас примет это на ура, да, то понятно, что начинается ведение вообще процесса обучения вот этих облачных технологий, начиналось с того, что это вообще рассказывать людям, что это такое облачные технологии, зачем это надо, то есть по кропинкам вот таким, сейчас выработалась уже система, сейчас уже как бы не задаются те вопросы, которые были в начале. Дальше, создание школьных сайтов как коллективного ресурса. Если вот будет интернет, я вам покажу. У нас в нашем домине очень много сайтов, из них создают и дети на уроках в плане в каком-то проектной деятельности. Есть и сайт очень интересный, покажу. Играми, ссылками, фильмами, то есть домашним заданием. Все дети могут найти, можно оставить информацию на сайте, да, и как бы это все постоянно идет обмен. И, как я уже сказала, это организация обучения участников, да, то есть постоянно идет как бы обучение. Преимущества. Зачем это надо вообще с этим связываться? Автоматически создаются резервные копии всех данных. То есть невозможно представить ситуацию, когда, например, документ в совместном доступе, зашел какой-то Вася, да, ребенок, там что-то наделал, и все, документ пропал. Это невозможно, потому что в Google всегда сохраняется копия, всегда нужно посмотреть историю изменений, очень неважно оказалось, потому что, особенно, когда дети работают, можно всегда проследить, кто-то там что-то наделал, да, допустим, то есть можно как бы руководить процессом, и всегда есть возможность вернуться к версиях, прежде чем как бы нет обучения. Ну, давайте. Дальше. Дополнительный уровень безопасности и двухфазная аутентификация. Есть возможность при входе в аккаунт, чтобы вам присылалась еще смс-ка на телефон, чтобы именно только, понятно было, что это только вы зашли под своим аккаунтом. Сейчас вот нововведение, попально недавно я обнаружила, что если, например, я там рабочий ноутбук, домашний ноутбук, я захожу под своим аккаунтом, на работе захожу, а вот сейчас я зашла здесь, да, то есть раньше этого устройства у меня я не видела, да, допустим, мне приходит письмо на мою почту, что ваш аккаунт зашли с какого-то другого устройства, вот, и вы тогда думаете, да вы зашли или просто кто-то зашел, то есть очень как бы все безопасно. Самое главное, бесплатно используем сервисы, то есть требуется только энтузиазм и желание, как бы все бесплатно. Дальше, данные автоматически сохраняются в облаке, я так понимаю, что как бы более-менее все понимают, да, что такое облако, если раньше были вот эти дергания, слэшками на работе, что-то сделал, домой принес, дома переделал, понес обратно, то сейчас этого нету, потому что есть документы в облаке, можно поработать с ними уже на работе, да, пришел закрыть все, и самое главное, что сохраняется все автоматически, чего всегда, вот дети особенно, я информатик по образованию, поэтому я веду этот предмет, и знаю, что очень часто, если делают не в гугле, да, бывает проблема, что делал, все, закрыл, все, катастроф. Свет выключил, все, ничего не было. Да, здесь нет, здесь вы просто делаете, делаете, на крестик нажали, зашли, все, все сохраняется автоматически, постоянно, в течение, через каждые 3 секунды, буквально сохраняется. Дальше, веб-приложения стабильно работают, даже при низко-скоростном интернете, да, потому что не обязательно должна быть система в школе, один компьютер, один ученик, да, про который мы уже, как много, уже знаем. То есть, хватает, например, смартфона, да, доступа в интернет, то есть, сейчас, как бы, почти 100% использование техники, да, как бы у детей, то есть, очень мало, на класс, например, приходят, там, ну, у нас, я знаю, что там, человек 2-3, может быть, в классе, мне, как учителю, предметник, очень важно, что они могут со мной делиться, чтобы я могла это проверять, то есть, не надо мне флешки приносить, где-то пересылать, то есть, они делают, делают, отправили мне доступ, поделились, но я проверила, и потом, когда я переделал, что-то доделал, я это все в реальном времени вижу, то есть, мне не надо пересылать несколько копий, то есть, они мне открыли доступ, я это, как бы, не вижу. Что касается администрации, очень важен, вот, совместный доступ, когда создается какой-то, такой, какой-то большой документ, у нас был один документ, каждый открывал и редактировал свою часть, все, если мы там готовим какой-то доклад на какую-то, даже конференцию, да, например, там два-три человека готовят, каждый открывает у себя на компьютере, готовит свои, или, например, знаете, как бывает, я зашла там, что-то поправила, я хочу поделиться с коллегами, чтобы они там посмотрели, как они думают, да, например, они зашли, тоже там что-то изменили, это один документ, это не надо создавать несколько копий, когда, знаете, потом путаешься на компьютере, ты не понимаешь, что-то там начинается один, один, один и так далее, когда, вот, этого всего нету, да. Так, Google Earth, это не учебный ресурс, а техническое средство, это не надо забывать, потому что это не какая-то программа, которая вам позволит, как бы, скажем так, установить ее на компьютер, и у вас вот, вместо вас она будет чему-то учить, это средство, которое позволяет вам научить идти. Дальше, Google Диск, самое такое главное, что есть в Google, это вот то, что мы говорили за облако, да, на Google Диске, есть документы, рисунки, презентации, формы, формы, кто не понимает, это еще, это вот тесты, да, которые мы привыкли, когда вы сами можете создавать количество вопросов, разный вариант, типы этих вопросов, могут быть со списками, с выбором ответа и так далее, таблицы. И вот показано, что Диск возможно заходить с любого устройства, с компьютера, с ноутбука, с планшета, с телефона, то есть где-то есть доступный интернет, вы все этим можете владеть, и сразу же. Очень удобно в отпуске, когда, например, уезжаешь от компьютера рабочего, да, тут звонит кто-то, что срочно надо какой-то документ, катастрофа, да, что делать, то просто зашел на Диск, поделился с человеком, копии, да, вы можете, еще есть, мне говорила, что разные уровни доступа к этому всему, да, то есть можно настроить, можно настроить к документам, к таблицам, к всем продуктам, разные уровни доступа, то есть можно настроить доступ к редактированию, да, то есть коллега ваш или ребенок может что-то редактировать, изменять, можно настроить только чтение, например, если есть какой-то документ, надо только показать, да, там, тем же родителям, то есть есть чтение, вот, то есть совершенно разные уровни доступа позволяют, как бы, очень, такой шутки, пробовали это делать, то есть я лично, у меня был класс, я, как бы, сменничал, но, вы знаете, как бы, у нас еще не готовы родители к этому, потому что сначала это все, как бы, был, как бы, я энтузиазм за это взялась, но, получается, как, что, чтобы это было, работало, надо, что каждый выбрать желаем, и выставить оценки, да, на каком-то, то есть, как бы, выставить оценки за один день, там, диди, это несложно, но, если это начать сначала, но, например, писали, что на работу, проверили, а сегодня оценок нет, я там, выставили, там, три дня назад, правильно, то есть надо каждый день контролировать, не только эти оценки, которые сегодня, а те, а программа не дает, а программа не дает, да, 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 вот, на классность, у нас говорила программа, проблема была не в том, что дает, не дает, что, ладно, как бы, я, это делаю, да, физически я трачу свое время, это, да, но, на каком-то этапе получилось, что, вот и было 27 человек детей, то этим дневником осталось пользоваться человека 3-4, а сновидением не надо, то есть сначала они ради интереса заходили, это был 6 класс, понимаете, родители заходили, смотрели, а потом это все так ушло на нет, и получается, что, как бы, я журнал оценки вижу, как бы, и сама, да, правда, журнал, то есть работа такая, как бы, никому не нужна, но есть школы, в которых это применяют, длится в совместном доступе, каждый заучит, замечает выполнение этого, допустим, надо приказ, все сделали, покрасили в зеленый цвет, то есть это выполнено, то есть это все идет в совместном доступе, это нигде не теряется, плюс всевозможные отчеты, формы, какие-то документы, все находится на админсайте, ну, я же буду попробовать посмотреть, дальше, учебная деятельность, как я уже говорила, да, то есть это, это все, предметники, классы, это все идет общение там с родителями, с детьми, то есть и постоянно идет какая-то там рассылка или домашнее задание, да, или какие-то там науках можно использовать, если есть устройство, да, у детей там, допустим, рассылки каких-то заданий, интерактив, сейчас очень много по всем предметам, каких-то интерактивных. А у вас и в другом варианте все это есть, вот, управленческая есть, вот, и только в литерном. но как бы, они разрешают, но вы не можете пока избавиться от этого, это как бы золотая мечта, это тоже самое страшное, потому что, что двойная, распечатываешь шил, действительно, потому что план, который вы открыли, только вы не сможете в школе, да, то есть есть вот контрольная экономическая деятельность, да, в школе, это один пример такой. Печатается такая большая газета с планом, да, школы, где выбирается по периодам, кто, что, когда делает. Разобрать там почти ничего нереально, потому что оно большое, мелким шрифтом, все. Когда это все идет в таблицах, по месяцам выбрано, да, то есть и мы понимаем, что сделали, покрасили, то есть это все как-то сразу интерактивно видно, никто ничего не потеряет, это не связано с бумагой. Дальше, и профессиональный рост учителей, понятно, что чтобы как бы жить и выживать в школе будущего, необходимо учиться, правильно? То есть у нас проводятся постоянно семинары для учителей, есть школа информационного комфорта, это такой проект, в который как бы сначала мы учили всех учителей, потом вот в школе информационного комфорта уже мы нашли инициативных продолжителей, скажем так, те, которые уже научились чему-то, да, работать с Google продуктами, и они набрали себе группу, там, 4-5 человек таких, которые до этого не очень знали, и они их обучали. Результатом это было сайта, который нам создавали, вставляли эти продукты, то есть все было как бы, то есть идет, знаете как, невозможно научить, там, допустим, тысячу человек, а научи десять, а эти десять научат тех остальных, поэтому вот так вот. Дальше, учебные мини-проекты учителей, я уже сказала, и организационная, какая-то проектная деятельность у детей, потому что они это очень любят, сейчас очень, сейчас даже не надо самим придумывать вот эти вот все интерактивные какие-то задания, то есть залез в интернет, нашел все, что хочешь, фильмы, видео, какие-то задания, тесты, то есть просто надо направить ребенка, куда ему зайти, и что там как бы сделать. Так, переходим к нашей практической части, чтобы легче было найти, потому что у всех сайтов, которые мы создаем в Google, там очень большие адреса автоматические сохраняются, поэтому, чтобы найти легче, я вам предлагаю сейчас, во-первых, нам надо будет как-то объединиться в группы, у нас их будет семь, вот так, я не буду открывать весь экран, все видно, что мне... Кстати, сайт называется school73classno.com Это наш сайт школьный, да, официальный сайт. Когда вы сейчас зайдете на этот сайт, вот он зелененький такой, на главной странице находится вот такое вот изображение вам известное всего, мастер-класс школа будущего, сгибаемостью. Но, что мы будем делать с вами? По ссылке вы перейдете на вот этот сайт. Сайт этот полностью создан в Google, в нашем домене, и обращаю ваше внимание, что на всех сайтах идет наш логотип школы, да, то есть это как бы стандартный мы загружаем, как администратор, и логотип на всех сайтах. То есть дети создают учителя, то есть везде этот логотип. Дальше, еще пока грузится, обратите внимание, вот я говорила, что если мы знаем, как зовут человека на русском языке, мы всегда поймем, как ему писать. Справится наверху мой адрес, да, то есть Иванко ОВ, потому что учителей идет фамилия и инициалы, Оксана Валерина, да, собака school73charikov.com То есть, как мы знаем, дети могут называться как угодно, да, почтовые ящики, как угодно. Поэтому если мы знаем, что там Иванов Петр, то у него будет адрес Иванов П, без отчества, собака, school73, очень удобно, потому что не надо, например, там конкурс, вот у меня ББ, да, может, вы знаете, по автоматике, не надо сдать, не только на этом конкурсе, просто сдать, предоставить электронные адреса, да, детей. Когда ты начинаешь бегать, собирать, дети там, неправильно написал букву или что-то забыл, я детей вот там даже не спрашиваю, потому что у меня есть аппередомен, где я могу выбрать, кого мне надо, а если я не могу выбрать, я могу просто взять и написать, да, какой будет адрес этого человека. Так, ну что, можно продолжать? Или пока не очень? Смотрим, это будет так, интерактивно. Разрешение просят. Вхит в обликовый запись. Она как-то вхит в обликовый запись, пытая... Нет, он открыт для всех. Да, открыт для всех. Не дает. Он не дает хит в обликовый запись. Ну вот, вводите в аккаунт с правым дозволом. Сейчас я тогда открою для всех, а вы обновите страничку. Вот тоже можете посмотреть с правой стороны, я как администратору захожу, открыть доступ. Сейчас мы загрузим. Вот. И я выбираю... Сейчас не пуст. Вот у меня посылки включены, сейчас открою. Всем, то есть смотрите, уровни доступа, которые есть. Все в интернете, кому ссылка, всем в домене, если мы не хотим ни с кем делиться, только наши, чтобы это было, да? Например, всем, кому отправила приглашение, то есть персонал. То есть уровни доступа более чем достаточно, как бы, чтобы можно было очень интересно работать. Так, вот, я открываю все в интернете. И уровни доступа тоже внизу, можете посмотреть. Вот оно, чтение и так далее. Так, все, я перехожу на сайт. А вы страничку обновите или вот зайдите сюда, я вижу уже по заданию. Смотрите, то есть это будет такое, давайте, полудомашнее задание, да? То есть кому интересно, а завтра мы это можем на гуглим внизу продолжить. То есть что я вам предлагаю? Личность педагога будущего. Ссылочка. Семь признаков личности. Вы же не убирайте свободного доступа. Я не отвержу. Во-первых, очень интересно мне понравилось выражение, что технологии никогда не заменят учителя, но учитель, эффективно владеющий ими для того, чтобы его ученики успешно учились и сотрудничать, заменят того, кто ими не владеет. И вот когда самый главный вопрос, те люди, которые уже как бы не очень хотят общаться с интернетом и зачем им это надо, то самый главный мотиватор это то, что все проходят аттестацию учителя. И когда вот сейчас, вы знаете, идет человек на аттестацию, и вот в этом году была очень интересная ситуация, когда наши люди, которые уже три года в этом, они как бы этим живут уже, то у них проблем не было вообще на аттестацию. У них там по ИКТ идут на экзамен высокий уровень, потому что учат, что там, зайти в почту, отправить письмо, понимаете, а у наших людей это уже идет на автомате, поэтому сейчас как бы вопрос, зачем это мне надо, не стоит, потому что это как бы наша профессиональная квалификация, правильно? Вот, смотрите, личность педагога будущего, 7 признаков личности, ИКТ-компетентность, юридическая грамотность учителя, сетевая грамотность, профессиональная мобильность, повышение квалификации, личность, педагогическая готовность с инновациям, новые возможности, инструменты активизации. Что бы я хотела, чтобы вы попробовали, на это все гиперссылки, то есть вы как разойдете, на каждом этом признаке закреплен какой-то продукт Google, это может быть рисунок, это может быть документ, это может быть таблица, это может быть видео презентации. Вот я, например, открываю сетевая грамотность, любое. Что мы видим? Ключевые понятия, на которые я хотела бы, чтобы вы обратили внимание. Стратегия информатизации личного пространства, интернет-грамотность и следа коллективного взаимодействия. И вот здесь, они сейчас пустые, потому что они не заполнены, но ничего. Группа, вот презентация, сетевая грамотность. То есть если вы сейчас, вот откройте, можете по возможности открыть группу сетевая грамотность. Смотрите, каждый этот продуктор, вот я при вас это делаю, настраиваю по всему интернету, он просто стоит по ссылке и почему-то... Она все вот больше идет. А у вас есть ссылка, вы переходите с сайта, но почему-то она не воспоминется. Вы же поставили ссылку с вашего дома. Да. А здесь? Нет, у меня вот все в интернете сетевая грамотность, поста стоит по всему интернету. Вы только еще раз потом дадите, потому что нету как бы, да. А вы обновите страницу. Обновили. Тут сама я двигаю уже. Вот это бывает. Вот есть презентация, тоже вставленная презентация, она пустая. И вот я говорила уже за презентацию, то есть можно организовать, например, там на уроке, да, когда там домашнее задание, что каждый отвечает за какой-то один слайд, в итоге получается. То, что как бы у нас планировалось, когда каждая группа делает, отвечает за какой-то свой признак, да, учителя, а в итоге мы получаем общую картинку, да, то есть понятно, что сейчас должно быть все. То есть смотрите презентация, кто умеет работать с PowerPoint, да, допустим, это как бы то же самое, ничего как бы сверхъестественного такого нет. Вставляются на слайды также и видео, и картинки, и ссылки, все то же самое. То есть ничего какого-то такого сверхъестественного вы здесь как бы не видите. Поэтому давайте так, я отправляю доступ, да, открываю как бы по желанию, как бы кто хочет, пожалуйста, можете в этих всех продуктах поработать. Здесь еще, смотрите, на сайте есть страничка видео. Вот они сейчас, кто-то может обратиться, они внизу транслировались, вот на стенде Google, два видео, которые называются вот ИКТ в управлении и учимся с Google. Сколько у нас там времени есть? Извини, что? Я просто хочу... 10 минут. 10 минут. Я вам хочу показать сейчас вот кусочек небольшой. Вот, учимся с Google. с Google. Сейчас, если еще... Учим, что мечтает учител? Конечно же, хороший учитель. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Я не сделаю мою запомню. Скинем он на сайт учителю. Он в любое время может зайти, проверить твои ошибки и проверить наличие. Это очень удобно. И экономит время, и к тому же у нас появилось новшество, новая онлайн-какия, которая есть в детстве, в ваших зданиях. А еще и демонстрируем, и можно зайти на сайт даже с телефона, который поддерживает. Да, вероятно. В 2010 году британский педагог, исследователь мотивации школьников Ян Кириллев, выпустил книгу «Зачем ли учитель, когда у меня есть?» В этой книге он начинает разговаривать с большой образовательной лжи. А то, что хорошая успеваемость в школе ведет к хорошему положению во взрослой жизни. Мношество примеров подтверждают, что это не так. Не вызывает сомнений, необходимость выстраивания индивидуальной образовательной крики, то есть в процессе обучения для каждого ученика. Зарастающаяся новая социальная дидактика доказана. Для того, чтобы их присутствовать в учебных кайтуру, нужно сделать процесс обучения более социальным, то есть в настоящем кайтуру. Что это происходит в школе? Ну, вообще наша школа одна из самых разных в городе. У нас есть зона в Алтайской школе, это очень удобно. В любое время можешь с любого страна идти в Алтайской и дети по-другому информацию. Может, дети до с первого века даже не много со временем. Кстати, небольшая такая ремарочка. Дети говорят, что у нас действительно есть зона Wi-Fi, то есть в Wi-Fi можно зайти с любого уголка школы. И вот сразу предотвращаю ваши вопросы по поводу того, что дети же могут сидеть играть на локах, например, в доступ везде. То я хочу сказать, что все зависит от учителя. То есть если учитель эти технологии применяет, в правильное русло направляет, то никаких проблем не будет ни со зрением, потому что там все можно контролировать. Не будет проблем с тем, что ребенок не туда пошел, допустим. То есть все зависит от учителя. То есть если учитель инициативный, у него горят глаза у самого от этого всего, то есть он сможет заинтересовать и обрать. Сейчас все с планшетами, со смартфонами, дети, мы от этого никуда не денемся, правильно? Почему бы нам не взять это все на вооружение, потому что это все может быть идти на пользу. Дети во втором классе, они на информатике, у меня, например, второй класс, они делают задания, где надо там перетаскивать буквы, вспомнить тут и русский язык, и таблицу умножения повторения, это занимает там ну 5 минут на уроке. Но это люди, дети нового поколения, для них это уже все как бы не новшество, как для нас. Поэтому почему бы это не использовать? Понятно, что надо как-то контролировать, допустим, и контент выбирать, что именно детям показывать, какие фильмы дети могут, например, смотреть, но все зависит от учителя. То же самое, что вот в домине, я уже говорила, там есть полторы тысячи пользователей, когда будут дети заходить в почту, потому что у нас были такие проблемы, что мы там все вконтакте где-то, мы там почту не читаем. Когда? Когда их там будет что-то ждать. Не просто там, допустим, надо зайти, чтобы администрация, я там делаю периодически такие статистические данные в гугле, я формирую сам графики, сколько пользуются, что они там делали, сколько создало документов, именно статистика есть. То есть заходят не для того, что там их классный руководитель сказал, дети, завтра вас будут проверять, сегодня все зашли. Поэтому, чтобы этого не было, когда дети будут заходить, когда их там что-то будет ждать, будут какие-то задания, будут какие-то интересы, даже, например, было мероприятие какое-то в классе, фатайбум создали, отправили детям, то есть все могут родителей увидеть, дети увидеть, здесь полностью такой интерактив, и уже, кто-то уже сегодня говорил в первом зале, что нет разделения такого четкого, что вот школа закончилась, расстрелись вступил, школа закончилась, а там вот дом. То есть это все можно сотрудничать и очень много, как бы, интересно занимать действовать. И плюс еще небольшой, если у нас есть минутка, опять минутка. Использование КТ-управления. Это наша библиотека. Это кусочек библиотеки. Школы города успешно работают в городской образовательной сети. В поддержку управления учреждениями образования существует программный комплекс и с уроком в школе. На платформах классного училка и уроку создали школьные сайты. Это помогает оперативно использовать нормативно правовую базу, создавать различные справки и отчеты, составлять расписание занятий, повышать эффективность управления учебно-воспоследовательным процессом. Развитие технологий и воротворок социальных сервисов уроков расширили наши возможности применения информационных технологий в управлении школы. Мы подключили и видим в нашей школе. Это позволило нам создать нашу школьную информационную программную образовательную среду, которая заобьет и создать стандартную безопасность и соблюдение компетенциальной световой. Облачные технологии позволяют всегда открыть связь с любого устройства. Есть возможность строить различные уровни доступа к информации и сервисам, подслеживать активность посетителей, предправлять расстанциальные группы. И, что немаловажно, нет необходимости сервера, дополнительного обслуживания, и все это бесплатно. То, что я говорила, что это все бесплатно, поэтому это очень важно для нас сейчас. Я еще хочу сказать, что когда, у кого есть аккаунт в Google, вы знаете, что там есть Google+, это социальная сеть, то есть у нас идет ограничение, то есть это не мы ставим, это Google сам ставит ограничение до 16 лет, то есть дети наши не могут зайти в Google+, то есть только старшеклассники. Но все учителя, то есть заходят, и чем это интересно, что, например, все школьные мероприятия, допустим, только что-то прошел, какой-то концерт, там все фотографии, видео все там, то есть это можно не присутствовать на мероприятии, но сразу же посмотреть, где это находится, и как. Я бы все-таки хотела вам зайти на административный сайт, но... То есть в околоструху мы решили, что вы завтра, как бы, кому интересно, я просто вам лучше покажу. Сейчас... Две секунды, буквально, просто как бы такого нету нигде. Вот, конечно. Вот, смотрите. То есть это сайт, в котором имеет доступ только администрация школы. Что здесь есть? Как я уже говорила, это административный календарь, но в лето, как бы, это понятно, никаких у нас нет мероприятий. Есть вот, смотрите. Вот. Апрель, да, то есть там концерт, неделя музыки, зрители знаний, там какие-то открытые уроки, там ЗНО, ЗУкраинские мовы, да, то есть все в этом календаре можно все сразу... То есть один человек вводит, все как бы контролируют, понимать, ничего не потеряется. Дальше. Смотрим по сайту. Речный план работы школы. То есть кто с этим работает, это знает, что это такой документ. Как он выглядит у нас? Берем его. Любой месяц выступа. Прошлый. Вот. То есть есть таблица, да, вот. То есть это встроенная, на сайт встроенная таблица. Доступ имеют все администрации. То есть каждый человек заходит, отмечает, там, допустим, выполнено, не выполнено, да. Тут можно посмотреть. Сразу мы пишем и наказ, да, номер какой, то есть все как бы полностью, вся документация вот здесь. Дальше. Документы, которые обычно находятся там, то у секретаря, то где-то на сайте, то где-то у заучил какого-то, вот, розклад занять, там, старшая школа, средняя, младшая школа, расписание уроков и так далее. То есть чтобы посмотреть расписание, не надо никуда там идти, на сайт где-то искать или где-то по школе ходить или где-то себе печатать. Он постоянно как бы доступен, да. То есть шпина и маража, то же самое. Дальше. Графики всевозможные, которые находятся, например, по воспитательной работе, да, у Завича обычной. Вот так они выглядят, вот загруженные на сайт. Графики, там, допустим, там отырочную цену. Это вы видите этот сайт? Я являюсь администратором нашего домена, то есть, как я уже говорила, уровня доступа, да. То есть, вот я и директоры, так как мы суперадминистраторы, у нас как бы есть права полностью. То есть я могу менять пароли детям, если кто не помнит, там регистрировать новых, удалять и так далее. у каждого учителя, есть тоже свои права, там, допустим, они могут создавать сайты, пользоваться ресурсами, заходить на какие-то сайты. То есть это все, нельзя сказать, что этим занимается кто-то один. Понимаете? То есть, как бы, если вот сайт администрации, то понятно, что его наполняемостью занимается каждый зауч, но он заполняет, как бы, свою нишу. А только ваша школа просто, то есть если, допустим, кто-то из отдела образования, может ли, может ли, а мы можем поставить доступ, то есть эта информация, вот именно, а им вы отправляете, потом у нас. Бумажные варианты. Бумажные варианты, но мы пока от бумажного варианта никуда не делим. Это сайты сделаются, реально дети третьего класса могут сами создавать сайты. Это не через HTML-код, никакие там знания. То есть, вот, например, если на примере, просто показываю, как это делается. Есть, то есть создать сайт, нажимает одна кнопка, создали сайт, написали его название. Как создать страницу? Вот нажали создать страницу, все, пишем название страницы, указываем, где она будет, нажимаем кнопку создать. Все, то есть, это технологии будущего, в плане, что должно быть все интерактивно, то есть, непонятно, интуитивно, еще говорят, что если мы не понимаем интуитивно, как это делать, значит, это не нужно никому, правильно? Потому что, это очень сложно. Поэтому, чтобы даже вести это все, но я информатик, допустим, мне это как вообще мою родную жизнь, но заучи, филологи, допустим, не нужны какие-то специальные знания, чтобы это все делать. А если вы обучались, скажите, пожалуйста, как этот процесс проходил? Процесс проходил так, что сначала загорелась директор, она собрала компанию инициативной, да, должной линии, это инициативная группа, научилась сама, начинает с собой тащить всех, потом все, у нас 88% коллектива владеет КТ. Редактор субтитров А.Семкин